МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Это капсда". -"Что такое?" -"У Маши сегодня десятое свидание". -"Что, забыл открытку купить?" -"У нас с Машей был первый раз на десятом свидании". -"И?" -"А ты что? Выглядаешь ты хорошо, так, будто на сьома. Ну, подожди. А теперь как на шосте? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. -"От були б тут сковородки дешеві, я б так вмандюлила тобі поездки, щоб через потилицю вистрілим. -"А що я тако сказав? Просто у нас в селі дівчата на четвертому погоджуються, і то тільки через те, що весілля на третьому". Я не могу позволюй, щоб це случилось. А звідки ти знаєш, може, воно уже случилось? -"Ти на нём". -"Маша не такая". -"Угу, пожди до вечора". Я не позволю. Слушай, якщо ти вже збираєшся лягати між ними, то повернісь з лицем до нього. Хто його знає? Що це за чоловік? Ну так діствітельно, Максимка, ну а що ти будеш ділаць? Це ж тобі не собака-пірат. Кійком по спині дав, у будки закрив, щоб курей не тарабанив. Так, а що нибудь придумали. Ну, с кійком — хороша ідея. Так а що ж він даже не покушав? Здрасте. Ой, от Савасічка, куплю собі очки тёмні, красиві, як у Софії Ротари. І шляпу о таку, ото як по телевізору показують у звёзд. І ляжу о такому на цьому, на піску в Болгарії, на пляжі. Розкинуся звіздой і буду як ця народна артистка. Ага. Люба! Ага. Девяносто проценту. Що? Це ж якщо сорочка сто гривень, то зі знижкою виходить пів пляшки пива. Вася, ну шо ти як пірвий раз в пірвий клас? Ну як мала дитина, чесне слово. Никогда не вір этим скидкам. Я вже раз с Машенько купила платье со скидкою, чуть почку не продала. У них со скидкою можна купить тільки в воздух, бо він в Києві у них дуже поганий. О! Чуєш? Я щас на… Надо отлучиться, а ти… Щоб отут стояв. Тому що я твій скидочний талон в узілочок завяжу. А я на секундочку, ой. Тільки сьогодні, ну… Ну це ж знак, ну це ж знак. Я ж завтра собі не прощу. Добрый день. Добрый день. Привет. Маш. Макс, да скільки можна? Можна я воспользуюсь твоим туалетом? Очень нужно. Пожалуйста, я быстро. Куда ти собираєшся? Не твоє дело. Я знаю, що у тебе сьогодні свидання с твоим халтуром. Ну я не позволю тебе туда пойти. Ты че… Ты че, псих, че ли? А ну давай отстегни. Нет, ты не должна с ним спать. Что?! Маш, я знаю, что у вас сегодня десятое свидание, а у нас с тобой именно на десятом и случилось. Макс, ты дурак? У меня нет в голове переключателя секс, который срабатывает на десятом свидании, блин. То есть у вас ничего не было? Да нет! Возможно. Отстегни давай. Я не могу, у меня нет ключей. Отстегивай, говорю. Я спустил их в унитаз. Как я вообще могла без тебя выйти замуж? Ну, потому что у тебя хороший вкус. Буду считать, что пощечина была. Васечка! Вася! От сволочность рижена. Ну таке ощущение, что ему нравится, коли я ему делаю больно, ну. Добрый день! Добрый день, чем могу допомогти? А скажите, пожалуйста, до вас заходил уже такий мужчина в кепочке, в галстучке, с животиком и в белых туфельках? Перший примерочный. Ах, вы так сразу поняли, что это мой мужчина? До вас редко заходят мужчины с пузиками, или что? Нет, просто у вас схожий. Стиль в одязи. Ага. Ну еще, когда он зашел, он сразу же меню цукерок с вас схопил. Ага, точно, мой Вася, я пошла. Ага. То что, конфетку можно взять, да? Будь ласка. Ага. Ну я возьму две водопари, чтобы было, да? Ага. Все. Вася! Дивись, чтобы ничего не стырили. Ты еще эти трусы не отработал. Вася! Не ховайся, мне сказали, что ты тут. Люба, мы должны ее купить. Не, ну, если ты так сильно хочешь, то давай. Ай! А ну покрутися, дай я. Только я не понял, а где вы? Вона ж она рвана, а? А мы должны ее купить, потому что я ее порвал. Что? А вот и кровь слабый. Робто неприятный звук даже два. Один сорочка, а другой то я испугался. Вася, я тебе вбью! Нет, сначала я возьму кредит на тебя, а потом я тебя вбью. Сколько оно там стоя? Боже мой! Боже мой! Боже мой! Полторы тысячи! Это ж половина крови можно купить. Я вообще не понимаю, какой дурачок это купить, какой дурачок это в мире. Я перепрошу, можно чем-нибудь допомогти? Такая хорошая сорочка. Кубики, рубики, подчеркиваю, нам так нравится все. Спасибо вам, это великое. Если бы Вася на веселле был у этой сорочки, то это бы я его выкупала, а не он у меня. А я вот это хотела у вас спросить, а сколько она у вас с 90% скидкой стоит? На этикетции вказана цена уже с изнижкой. Ага. Это он так радуется, не верит своему счастью, что цены такие низкие. Так что будете брать, чи звольните, примерно? А как вас зовут? Дмитро. Дима, сынок, мы не собираемся ничего пока звольнять. Мы хотели бы проверять брючки. Принеси нам, пожалуйста, каких-то штаней, чтобы мы костюмчик такой подобрали, чтобы было не стидно в гроб лягать. И не надо на меня так смотреться. Деньги у нас есть. Мы вчера кабана закололи. Сейчас принесу. Спасибо, Дима. Сейчас принесут штаны и буду шмирять их для отвода глаз. А я быстренько побежу, пошукаю магазин, где можно купить иголку с ниткой. Прийду и за шею. Мойка, ты только вернись. Васечка, ну конечно вернусь. Я обязательно вернусь, потому что я тебе еще триндюлину не дала. Конфетку, ааа. Сунь пальцы в розетку. Принеси. 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 Я так розумею, кепочку брать не будете? Не-е-е-е-е. Ваши брюки. Я хочу покончить с этим раз и навсегда. Даже не пытайся. Маш, давай без крайностей. А вот видишь, были бы вместе, такого бы не случилось. А так всем больно. Я тебя не надижу. А я тебя очень люблю. Ай, 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 ай. Черт. Опа, я в порядке. Если ты скажешь хоть слово, я клянусь, я сделаю из тебя отбивную. Обожаю твои отбивные. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Привет, любимый. Привет. У тебя все хорошо? Да. А почему ты спрашиваешь? Фух, ты просто так долго трубку не брала. У нас ничего не поменялось, любимая? Любимая. Что с тобой? Прости, пожалуйста, просто немножко привалело. А может быть, мы можем перенести наше свидание? Да, конечно. Может, я могу чем-то помочь? Нет, нет. Просто дай мне время прийти в себя. Целую тебя. И я тебя целую. Маша. Я тебя убью. Ну, может, ну и у этого халтура. Мне сейчас так хорошо. Давай проведем этот вечер вдвоем, как раньше. У меня что, есть выбор? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Все. Это капец. Он сейчас приедет и увидит, что мы вместе. А это уже третий раз. А третий раз это не случайность, это закономерность. И он меня бросит, и я снова останусь одна. Ну, допустим, ты будешь не одна. Ну, будем считать, что вторая пощечина была. Ты нашу выряды вся убудала. Я тебе что сказала? Сказала. Миря чтани для отвода глаз. А ты нашу на себе еще пиджак напиндюрив. Да я и так півтора часа изображаю. Куплять мне эту сурочку, чи не куплять? Я на нашу свадьбу и меньше думал. Слушайте, что? За гулку до самого Кащая бьет? Да, до Кащая было быстрее и веселее, чем в Киеве в магазине гулку с ниткой найти. Так, давай мне рубашку. Я буду зашивать. Ты можешь не подбивать? Сядь маком успокойся. Только не это. Только не это, пожалуйста. Только не это. Я тебя умоляю. Только не. Ася, чтоб тебя кони покусали. Ты сам байштопанный. Ты давай мне тут примерочную развели, чтоб я бігала по Киеву. Козок франями шугала. Ольбочка, ты только не кидай меня. Не кидай. Я не буду тебя бросать. Я тебя просто убью. Сколько я жопну? Сколько? Чотири триста. Там и хату Боби Фея не дешевше продали. Шо делать? Снимай штаны. Открыто. Маша. Привет. О, привет. Не подходи, нет. Не подходи ближе. Не хочу тебя заразить. Не волнуйся, у меня очень сильный иммунитет. Я тебе говорил, как спасал детей в Африке во время эпидемии. Нет, нет. Я не прощу себя, если ты заболеешь. Ну хорошо, тогда я оставлю фрукты здесь. Спасибо тебе. Выздоравливай. Был очень рад тебя видеть. А можно я только в туалет схожу? Нет. Привет. А почему? Там… там не убрано. А, ничего страшного. Может, ты у дома сходишь там внизу? Маша, что происходит? Привет. Привет. Вот, подруга в гости зашла. Ну, да. Подруг не выбирают. Ага. Ты эти штаны уже минут двадцать снимаешь. Это не перед нашим теребунканием. Тянешь время, чтоб я придумала. Да не хочу поспешать, чтоб тебе работы не добавилось. Васечка, ну быстро снимай штаны. Любочка, у тебя плохо получается. Давай я вставлю. Что вы там делаете? Выйдите, пожалуйста. Секундочку, пожалуйста. Мы уже практически все. Я перепрошу, а если вы сейчас не выйдете, я буду змушенный вызвать полицию. Дима. Димочка, сынок. Не надо полиции. Она уже была рвана. Да-да. Я перепрошу, просто я подумал, что вы тут сексом занимаетесь. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. А, так, воно для чего, да? А мы думали примерно. Ага. Ну что ж, давайте знакомиться. Меня Артур зовут. Марта. Да. Марта. Да. Марта. Ух, какое сильное рукопожатие. Маш, ну что ты скрывал от меня Марту все это время? Дело в том, что у нее такая сложная жизненная ситуация. Угу. Угу. Меня просто недавно бросил парень, кстати, на тебя очень похож. Таким подонком оказался. О, Март, я вижу вы за естественную красоту. Зачем скрывать то, что дано нам Богом? А вы еще и верующая. Пути Господни неисповедимы. Милый, спасибо большое, что ты заехал и привез мне фрукты. Но Марта обо мне позаботится. Ну, в таком случае я спокоен. Действительно. Наверное, уже поеду. Пока. Ух ты. А это что такое? А это мы играем. С Мартой. Не осуждай, не осуждай, мы будешь. Маша. Ты думаешь, я идиот? Ну да. Макс, рот закрой. Я сейчас тебе все объясню. Ну пожалуйста, ну пожалуйста, не выкликайте полицаю. У меня дети, внуки, худоба, один друг. О, кстати, я ему сейчас позвоню и он деньги привезет. Ну что, думаете, я втечу? Думаешь, тут женька? Вася, сядь. Хм-хм-хм. Алло, друг. Алло. Чи можешь приїхать меня виручить? Нет, Вася, извини, сейчас вообще не вовремя. Зможешь? Ай, как хорошо! Да, можешь подвезти мне пять тысяч восемьсот? Я тут собі штаническую рубашечку присмотрел. Да, еще и кепочку хотел. Ну, не подошла. В той же торговый центр, где я ковбаски пою со штрих-кодом. Подвезешь? Ну давай, завжди знал, что ты настоящий друг и на тебя можно положиться. Ну скоро приедет, так что деньги будут. Что делать? Это ты Максимке звонил? Конечно! Тогда будут сто процентов, мы с ним як родичи. Прекрасно, тогда почекаємо. Ага. Максимка не приїде. Треба бігти, шо слепилось горба. Аккуратно! У нас была договоренность. Я сижу в ванной, ты выпроваживаешь этого халтура. В нашей договоренности ничего не было о переодеваниях и плохом женском голосе. Я перестраховался на случай, если б ты впустила его в ванную. А ты впустила его в ванную. Кстати, голос был отличный. Открыто! Называйте меня Артур-возволитель. Должен подойти. Ключ отдал. Макс. Я тебе Машу не отдам. Я ее тоже тебе не отдам. Вы че, издеваетесь? Ау! 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 О! В желудок попал. Капец. Что, Максимка? Уже подъезжаешь? Вася, тебя все равно никто не слушает. Что ты тут из себя шпиона изображаешь? Люба, я говорю, нам надо тихать. Так быстро, как гепард и очень тихо, как комарик. Да-да-да. Очень жалко только, что ты больше на кабана похожий. Чи на гепарда. Ты ж пока встанешь уже, задихнешься и сознание потеряешь. Ты права, Люба. Вдвох нам не втекти. Кинь меня. Бежи сама. Назарчику скажешь, что я очень его любил. Ради это любить, тут и оставься. Васечка. Ну что ты таке милиджа? Любочка, бежи. Ты найдешь деньги, спасешь меня. А не найдешь тут ничего. Нового человека легче найти, чем такие деньги. Нет-нет. Я обязательно найду деньги. И я тебя врятую. Любочка, давай я их заболакаю. А ты потихоньку перебирайся до выхода. Я подам сигнал. Пиши, как сможешь, быстро. Боже, как красиво, Вася. Как в кино. Такого не заважает. Что именно? У тебя волосинка. Уж лучше в себя. А я бы сходил. Мне в себя уже некуда. Не смотрите, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Извините. Ладно. Спасибо. Ну что, парни, как дела? А? Встречаетесь? А вы с какой целью интересуетесь? Ты что, Андрей? Люба, пока! Пока, матчка! Пока! Любочка, Любочка, ты жива! Виталий Арнольдович! Виталий Арнольдович! Виталий Арнольдович! Ви в порядку? Ви не забилися? Ви в порядку. Я извиняюсь. Я думала, я об стенку шантарахнулась. Виталий Арнольдович, ці ненормальні зіпсували нам одяг. Ааааа! Мені показалось, чим мене случайно запопу вщепнули. Зовсім не случайно. Я извиняюсь. Це ж точно ти мене засрав! Ааа! Я розберуся. Не кричи. У меня двое детей и дружина. Я не хочу, чтобы про это кто-то узнал. Ах, ты хитрый голубий коник. А что мне за это будет? Дайте одяг, який вони зіпсували. Хай це буде вам подарунком. Хороші в тебе связи. А ти его откуда знаешь? В троллейбусі познакомились. Хотів, чтобы я ему билетик прокомпосировал. Ну, пойдем? Пойдем. Секундочку. Девеличка компенсація. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Просю. Ага. До свиданя, мальчики! Машенька. Не слушай его, Маш. Спокойной ночи, моя любимая. Моя любимая. Моя любимая. Моя. Моя. Моя любимая. Понял? Моя любимая. Давайте спать. Я не буду спать всю ночь. Я могу не спать три ночи. Я буду следить за тобой, чтобы ты к ней не полез. Аналогично, понял? Постоянно подмыл. Заткнитесь, а? Детский сад. Доброе утро. Доброе утро. Это что такое? Ну, вам так понравилось играть с наручниками, и я думаю, что я решила продлить вам удовольствие. Не буду мешать. Машенька. Блин. Что это значит? Шанс на наше освобождение только что смыли унитаз. Хорошего дня, мои мальчики. Машенька, подожди. Машенька, подожди. Маш, ты меня подожди, пожалуйста. Ну, подожди ты. Маш, подожди ты. Что это? Заткни, дорогая. Ай! Щекотно. Все, все, все. Хватит. Предлагаю командную работу. Я прорезу. Давай. Прорезай. Сюда? Да. Ну, как там? Да как-то не очень. Давай назад. Не могу. Что будем делать? Маша! 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 Кажется, мы еще больше запутались. Маша!